Яндекс Дзен серьёзно изменился, и на этот раз изменения произошли не только на словах, но и, наверное, те, кто недавно заходил в админку, заметил, что у нас не то чтобы прям всё поменялось, но поменялось многое. На, серьёзно, ты не верил? Причём поменялось не только внешне, но и качественно. А многие изменения мы с вами ещё даже не заметили. В общем, о них сегодня и поговорим, а это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Начнём с изменений, которые в админке никак не видны, но, тем не менее, о них уже раструбили и направо, и налево. Всё дело в том, что у Яндекс Дзен новый руководитель. И не только новый руководитель, но команда поменялась, а эти изменения непременно нас затронут. Новый руководитель блогерской платформы Яндекс Дзен теперь Ренат Низамов. Начальником могу. Это каким же начальником? А мне всё равно. Ещё теперь он отвечает за качество контента на Дзене. Качественный контент. И за выплаты блогерам. Ну, про выплаты мы с вами дальше поговорим. Там тоже очень существенные изменения произошли. Его главными задачами, как было анонсировано, сделать платформу ещё интереснее для читателей и удобнее для блогеров, что самое главное для нас с вами. Сам Ренат более 15 лет был журналистом в Комсомольской правде, работал продюсером в профессии репортер, а теперь вот пришёл в Дзен. И заменил там Александра Соболя, который ушёл в какой-то новый проект. Не знаю, что за проект и что там будет. Нас с вами сейчас больше интересует сам Яндекс Дзен. И понятное дело, что с новым руководителем многое на Дзене поменяется. Из того, что уже анонсировано, Ренат сказал, что и дальше будет развивать видео на Яндекс Дзене. Другое дело, что он сказал, что на длинные видео тратится больше времени, и он хочет, чтобы окупались затраты на создание качественного контента. Ну, посмотрим. На словах-то оно всегда хорошо звучит, на деле неизвестно как. Всё будете в порядке, даже лучше. Также сказали, что будут приглашать новых интересных авторов, следить за качеством контента. Ну и то, что мне понравилось, признали. Наконец, что есть ошибки в модерации. Что то, как проверяет робот Яндекс Дзен, нужно перепроверять часто человеку. Надеюсь, с этим что-то всё-таки сделают. Качественный контент. Но это что касается кадровых изменений. Теперь перейдём к изменениям качествиям. Тому, что поменялось на самой площадке. В админке. В админке теперь не будет кармы, за которую мы привыкли получать бонусные показы. Бонусные показы теперь будут начисляться совершенно по-другому. Система эта кардинально поменялась. Теперь количество бонусов, начисляемых за статьи и видео, будет зависеть от реакции людей, которые подписались на канал. Причём бонусные показы будут начисляться не на весь канал, а на каждую публикацию. Причём пока что это работает только на статьи и на видео. Количество бонусов будет зависеть от популярности этой самой публикации и от реакции аудитории. Ну и, как я уже сказал, самую большую ценность представляет реакция подписчиков. Чем она выше, тем больше бонусов будет начислено. Как бы кармы больше нет, туда ей и дорога. Но она была не совсем понятной, какой-то громоздкой. Нужно было в ней разбираться, и никто толком не понимал, за что там начисляют, и влияет ли она как-то на показах. По этому поводу было много споров, и не особо она помогала продвигать канал. Вот. Но это не единственное изменение. Ещё изменения коснулись монетизации. У нас теперь есть общий доход канала, который показывает ту сумму, которую мы заработали от статей, от видео, от галерей и других форматов Яндекс.Зен. А ещё у нас есть отдельная статистика по каждой публикации. Пока только по статьям и по видео, поэтому может не совпадать общая сумма и сумма с этих статей. Ну, потому что не все форматы включены. Статистика отображается только с 26 числа, но и по тем статьям, которые опубликованы ранее. Сейчас я объясню и покажу, как это работает, и почему меня это ввело в заблуждение. Теперь, если перейти в раздел карма, то мы увидим вот такую вот табличку. У нас здесь написано, что карма закрывается, теперь бонусные показы будут начисляться за каждую созданную вами публикацию. Чем лучше пользователи отреагируют на ваш материал, тем больше накопится бонусов подробнее на странице дохода. Ну, собственно, о чём я вам сейчас и рассказал. Но давайте перейдём на страницу дохода. Нажимаем кнопку «Посмотреть доход». И у нас здесь на странице дохода показан доход по каждой публикации. То есть у нас здесь есть и 721 рубль за публикацию, и 30 рублей, и 1700 за одну публикацию. Ну, судя по дочитываниям, вот, допустим, 1700 начислено за публикацию, которая набрала 85 477 дочитываний. Но там наверху висит плашка, предупреждающая нас о том, что все доходы считаются с 26 сентября. Я её не так понял или просмотрел, но из-за этого я даже написал в техническую поддержку. Потому что если пролистать вниз, то здесь можно натолкнуться на статью, которая от 25 августа. Она у нас про богатыря Илью Муромца, типа историческая статья, но тем не менее, вот с неё у нас начислено 2 рубля 68 копеек. Но это не совсем справедливо, по-моему, было, потому что если посмотреть, то у нас она набрала 89 632 дочитывания. Я по этому поводу написал в техническую поддержку, что как так? Почему вот за статью, которая так много набрала, начислено всего 2 рубля 68 копеек? В технической поддержке мне ответили следующее. Здравствуйте, расскажу немного подробнее о том, как работает монетизация. Дело в том, что средства начисляются не за дочитывание просмотра или показа, это мы всё знаем, а за контакт читателей с рекламой. Под контактом подразумевается взаимодействие аудитории с рекламным блоком. Одни рекламные блоки приносят доход за досмотр рекламы в видео, другие за переходы, клик по объявлениям на сайт рекламодателя. То есть блоки не одинаковые. Это тоже мы знаем, а стоимость взаимодействия не фиксирована. Количество подписчиков аудитории Дзен-канала могут влиять на уровень дохода. Да шо ты говоришь? Однако, если читатели не так активно взаимодействуют с рекламой, то заработок может снижаться. И наоборот, если читатели более активно взаимодействуют с рекламой, заработок повышается. Важно отметить, что реклама подбирается индивидуально, под каждого читателя, зависит от его интересов. Мы не влияем на заработок от рекламы, цена за действие устанавливается в ходе аукциона и известно только его участникам. Вы держитесь здесь, вам всего доброго. Вот это, кстати, интересно, но об этом я тоже рассказывал. Также уточню, что данные о доходе за каждый материал отображаются только за период с 26 сентября. Если публикация была размещена раньше, то доход от нее за период до 26 сентября не будет учитываться в статистике. Вот в чем дело. То есть, вот в этой публикации, ну и если вы смотрите, показан доход только после 26 сентября. До 26 сентября у нас не отображается. То есть, на этой статье я вполне возможно заработал там тоже несколько тысяч рублей, но отображаются только те 2 рубля, которые появились после. То есть, судя по этой статистике, мы можем убедиться, что статьи, у них есть определенный период жизни, после этого они не особо крутятся и дальше идут только на спад. То есть, вот здесь 8 копеек, хотя статья набрала 3 тысячи дочитываний. То есть, статьи, которые набирают всего несколько тысяч дочитываний, с них начисляется не так много. Понятное дело, что стоимость рекламы везде разная. На всех каналах у кого-то стоимость рекламы намного выше. Но у меня такой вот довольно усредненный канал. Еще, что стало удобно, можно теперь переключиться на видео и посмотреть, сколько принесло нам видео. То есть, если я переключусь, вот у меня тут 266 рублей видео принесло, а другое видео 100 рублей принесло. При этом по показам у нас здесь 31 тысяча показаний, вернее, дочитываний, а здесь у нас 36 тысяч дочитываний. То есть, за видео монетизация не такая уж и высокая. Но что хорошо, теперь мы видим, монетизируется ли у нас видео, и в принципе видим по каждой статье какую-то статистику. Это большой-большой плюс. Ну то есть, вот, изменения в принципе неплохие. Теперь, как мы видим, стало намного удобнее отслеживать и статистику каждой публикации, и не только статистику, а сколько с нее приходит денег. Убрали какую-то ненужную карму и заменили ее на более простую, понятную систему. Пока непонятно, как эта более простая и понятная система работает, но посмотрим. Ставки в нашей игре тебе известны? Надеюсь, не будем с нее плеваться. Но упрощение в целом это всегда хорошо. На мой взгляд, чем прозрачнее система, чем легче нам будет отследить, что, где и как было сделано, начислено или заплакировано, тем проще это будет оспорить, тем проще будет добиться справедливости. Вот. Так что я думаю, для тех, кто все еще недоволен зеном, мне кажется, стоит ему дать еще один шанс. Вот. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok